Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале в гостях Уанушки. Сегодня я готовлю очень шоколадный и очень вкусный пирог. Такой пирог с легкостью можно подавать даже на праздничный стол. Поверьте мне, все гости будут в восторге! Приготовление этого пирога на самом деле очень простое, а конечный результат превосходит все ожидания. И перед тем, как начинать приготовление теста, необходимо включить духовку на 170 градусов и подготовить форму. Форму можно использовать круглую 22 или 24 сантиметра. Еще вы можете использовать обычную прямоугольную форму для запекания. Ее необходимо смазать сливочным маслом. Для теста все продукты должны быть комнатной температуры. Я беру одно крупное яйцо, 180 грамм сметаны. Сметана у меня 15% жирности. Теперь сюда всыпаю 200 грамм сахара. Это полный 200 граммовый стакан. Хорошо все перемешаю до однородности. Сахар должен немного раствориться. Теперь сюда вливаю 60 миллилитров растительного масла без запаха. Также вливаю 120 миллилитров остывшего кофе. На 120 миллилитров воды я взяла чайную ложку растворимого кофе. Вы можете взять кофе и поменьше, или заварить натуральный кофе по своему вкусу. Теперь сюда я просеиваю 50 грамм какао. Вкус этого шоколадного десерта полностью зависит от качества и вкуса какао. Поэтому я вам советую, выбирайте хорошее качественное какао с очень насыщенным и вкусным ароматом. Вот такая вот жидкая масса получается. Теперь сюда нужно просеять все сухие ингредиенты. Здесь у меня 150 грамм просеянной муки. Я добавляю чайную ложку разрыхлителя и половину чайной ложки пищевой соды. Также добавляю щепотку соли или 1 четвертую часть чайной ложки. Все хорошо перемешаю, чтобы все ингредиенты смешались. Всыпаю все в шоколадную массу и хорошо перемешиваю венчиком. Это тесто долго перемешивать не нужно. Как только добились однородности, сразу переливаем в форму и отправляем в духовку. Форму с тестом обязательно убираю в хорошо разогретую духовку до 170 градусов. Режим вверх-вниз выпекаю в середине духовки. Первые 30 минут духовку открывать нельзя, иначе бисквит осядет. Как прошло 30 минут, я начинаю проверять бисквит на готовность. Проверяю бисквит именно в середине. Мой бисквит еще не готов, оставляю его еще на 5 минут. Через 5 минут зубочистка выходит полностью сухой. Бисквит лучше всего не пересушивать в духовке. Как прошло 30 минут, проверяйте его каждые 5 минут на готовность. У меня на выпекание ушло ровно 35 минут, у вас может уйти чуть больше или чуть меньше. Все зависит от вашей духовки. Теперь хочу рассказать вам о своем наблюдении по поводу этого теста и подобных бисквитов. У меня в этот раз, можно сказать, бисквит получился идеально ровным. Но такое тесто очень часто выпекается бугорком и появляются большие трещины. Это может случиться из-за того, что очень высокая температура в духовке. Но еще я заметила, когда я бока застилаю пергаментом, у меня бисквит получается вот такой вот ровный. Если у вас когда-то была подобная проблема, вам это не нравилось, попробуйте исправить это, застелив бока формы пергамента. В прямоугольной форме могут появиться вот такие вот трещины. Остывший бисквит я достаю из формы, перекладываю на блюдо и можно готовить ганаш. Для этого мне потребуется шоколад и сливки. У меня здесь 200 грамм темного, не горького шоколада, его можно заменить на молочный. Также я грею на плите 170 миллилитров сливок. Сливки я использую 20 процентов жирности. Их необходимо нагреть до горячего состояния, но не доводить до кипения. Шоколад я заливаю горячими сливками, оставляю все на пару минут и как прошло время, хорошо все перемешиваю. Если вы хотите получить ганаш более густым, добавляйте меньше сливок. Полученный ганаш нужно остудить до комнатной температуры, он очень быстро остывает. Теперь кольцо я возвращаю обратно, хорошо зажимаю бисквит и вливаю ганаш. В прямоугольной форме также нужно дождаться, чтобы бисквит полностью остыл и после этого можно вливать ганаш. Теперь шоколадный пирог убираю в холодильник на минут 30, чтобы ганаш застыл и можно пробовать. Как по мне, особенно вкусным этот пирог становится, когда он комнатной температуры. Нарезать такой пирог на порции одно удовольствие. Пирог очень мягкий, очень влажный, нож, посмотрите, буквально тонет в пироге. В общем, я всем советую попробовать приготовить. Этот десерт достоин вашего внимания, уверена, что многим из вас он понравится, а особенно его оценят любители шоколада. Я с нетерпением жду ваших отзывов после приготовления. Желаю всем успехов на кухне, хорошего настроения. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много вкусного! До новых встреч!